Итак, теперь в следующий момент, мы возвращаемся, говорим о показах, которые у нас идут, налоги на добавленную стоимость. И следующее, на что бы я хотела обратить внимание, это вот на такой подход, который тоже во втором пункте 155 статьи. То есть вот, например, у нас есть ряд операций, которые не облагаются НДС. Ну, например, те же заемные средства. И если мы переуступаем, допустим, право долга по заемным средствам, поскольку мы переуступаем вот это заемное обязательство, изначально не облагаемое НДС, то и ранее организации понимали, что в мире переуступки даже в большей величине НДС все равно не уплачивался. А вот сейчас в 155 статье сделали оговорку во втором пункте и указали, что теперь независимо от того, какое право переуступается, облагаемое или не облагаемое средство, НДС все равно будет платиться с ДЭП. Это опять же продолжение к тому, что я говорила. То есть первоначально мы говорили, что при переуступке первичной и вторичной НДС платится с разницей между ценой переуступки и расходами, которые были связаны с приобретением ДЭП и переуступки, или в связи с реализацией, которые возникли. Но при этом, например, мы можем переуступать право. Например, мы отгрузили продукцию необлагаемую НДС. У нас возникает вот это обязательство нашего должника, но оно по сути своей, с него не нужно исчислять НДС. И если раньше мы переуступали его и не платили НДС, то сейчас нужно платить, но все равно только с ДЭП. То есть если даже мы переуступаем обязательства, связанные с отсутствием налогооблагаемой базы, то НДС платить все равно нужно. Но с ДЭП, я еще раз говорю, вот это тоже, это с 1 октября 2011 года, 155-ю статью вот во второй пункт вот эту оговорку внесли. Поэтому получается вы 149-ю статью смотрите, там необлагаемая, а будете переуступать это имущественное право с ДЭП, с ДЭП все равно будете платить НДС. То есть если у нас займ 100, то после 10, то будете смотреть. А продается за 110? Да, право требований, значит с 10 заплатите НДС по расчетной статусе. Дальше следующее, поправку внесли в четвертый пункт статьи 170-й. Это поправка, касающаяся раздельного учета. Опять же, не секрет, что это самая большая проблема у всех. Но первое, это касается следующей нормы. Ну буквально в конце прошлого года, в начале этого года опять стали поднимать вопросы по поводу того, может ли в раздельном учете применяться вот этот 5-процентный барьер, помните его, да, в организации, которая осуществляет торговую деятельность. Собственно говоря, эта норма базировалась исключительно на прямом прочтении статьи 174-го года. И там говорится о том, что организация, которая осуществляет операции облагаемой НДС и не облагаемой НДС, обязана вести раздельный учет. Дальше идет методика, да, когда мы должны отделить те расходы, которые относятся к операциям облагаемым НДС, и по ним к вычету берем. А те расходы, которые относятся к операциям не облагаемым НДС, к вычету не берутся, в расходы НДС включается. А вот то, что мы не можем разделить, да, иногда это бывает общихозяйственные расходы, там расходы на продажу, они должны делиться. И делятся они пропорционально величине доходов. То есть, по сути дела, мы часть этих расходов в одном конкретном квартале относим к доходам облагаемым, другую часть к доходам не облагаемым. Та часть, которая приходится на доходы не облагаемые, значит, НДС берется в расходы, а та, которая идет с доходом облагаемым, берется к вычету. В силу прописания этой статьи, вот буквального прописания, там нет упоминания о товарах, там говорится, связано с производством продукции, работ, услуг. И на основании этого налоговики сделали вывод, что к товарам это не относится. То есть, я имею в виду, немножко оговорилась, то есть там дальше фраза вот этого, это если у налогоплательщика сумма расходов, относящаяся к операциям не облагаемым НДС, в общем объеме расходов не превышает 5%, то он может не вести раздельный учет, а всю сумму НДС принимать к вычету. НДС вот эти 5% относятся к расходам, которые, по сути, по пропорции идут к операциям не облагаемым НДС. То есть, одно направление, да? Потому что если 5% относятся к расходам не облагаемым НДС, раздельный учет все равно ведется, то есть к не облагаемым. Поэтому получается вот это деление. И вот эти 5% налоговики упорно не хотели относить к торговой деятельности, потому что там написано, что при производстве продукции, работ, услуг сейчас туда дописали и при перепродаже товаров. Это вот теперь в четвертом пункте статьи 170. Но дело в том, что конечно с этой ситуацией соглашаться нельзя и в более раннем периоде, потому что по крайней мере в прошлом году было, не в прошлом, а вот до лета можно обратиться, было просто два письма. Одно письмо написал Федеральная налоговая служба и сказал 5% не берут торговые организации в расчет. А Минфин тут же написал и сказал, что не может, это собственно говоря даже и арбитражная практика так спорит, не может в зависимости от видов деятельности дифференцироваться порядок расчета налогов. То есть получается несправедливый подход, да? То есть организация производственная или торговая почему-то должны по-разному вести раздельный учет. И поэтому Минфин написал, что на самом деле это норма общего характера, она должна применяться и к торговле, и к производственной деятельности, и в принципе суды тоже стоят на этой позиции. Потому что дифференцировать налоги у нас в зависимости от вида деятельности у нас законодательство запрещает, да? А тут вот в налоговике эту норму развели. И сейчас, чтобы этих споров не было, с 1 октября туда внесли поправку и написали и по торговой деятельности. Поэтому за более ранний период, конечно, можно и поспорить, как бы найти эти письма и арбитражную практику. А сейчас эта норма вот работает уже с 1 октября 2011 года. Далее, следующий расчет касается, ну вот я говорю сразу, следующий расчет касается у нас исключения экспортеров. И организации, которые занимаются экспортом, помню, что с 1 октября 2011 года, когда собирается пакет документов, теперь выписку банковскую судопласть не нужно. То есть, собирая пакет документов, вы будете собирать все документы. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что теперь экспорт будет подтверждаться, независимо от того, получили вы оплату от своего контрагента или нет. Это касается экспорта во внешние страны, это касается экспорта в таможенном союзе. То есть, например, в Казахстан или в Белоруссию. Поэтому, возможно, кто-то начнет подтверждать право на применение ставки 0% уже не в течение 180 дней, пока оплату получает, а ранее. То есть, требование об обязательном получении оплаты остается только нормой валютного законодательства. В соответствии с договором. А вот с точки зрения налогового законодательства, то есть, это последний вопрос, связанный с оплатой отпала. Отгрузили, дальше собираем пакет документов, там можно о декларации, договоры и так далее. Но выписки там нет. Это с 1 октября. И в связи с этим возник вопрос, а какую налоговую базу теперь нужно определять и ставить в налоговой декларации, если организация показывает ставку 0%. Раньше налоговая база при применении ставки 0% определялась по факту оплаты. То есть, мы получали деньги. В этот день мы принимали курс, установили Центробанк и пересчитывали эту иностранную валюту по курсу на дату получения ее. И по курсу установлен Центробанком на дату получения получали рублевый эквивалент. Этот рублевый эквивалент ставили в налоговую декларацию, в четвертый раздел. А вот сейчас уже тоже в 164 статью, прошу прощения, в 153 статью пункт 3, вот здесь, в 153 статью пункт 3, теперь говорится о том, что налоговая база определяется по дате отгрузки. То есть, это значит, независимо от того, как мы получим деньги, именно для НДС, не путаем здесь с налогом на прибыль, потому что налогом на прибыль все не так, да? Там, если изначально, допустим, мы получили валюту, то мы пересчитали ее по курсу на дату получения и дохода, и реализация у нас получается по этому курсу. А здесь нет, только для НДС. Налоговая база определяется, исходя из величины этой отгрузки, по курсу на дату отгрузки. То есть, вот опять на дату оформления таможенной декларации. Берем курс, умножаем и ставим декларацию. Получили мы оплату или нет, это уже роли не глядя. Возникшие впоследствии курсовые разницы, которые могут возникнуть, да? Потому что мы отгрузили, а дальше все равно пересчет идет, не приводят к доначислению налогов. То есть, в курсовых разницах дальше ничего нет, просто идут. Это первая ситуация. И вторая ситуация у нас в той же 153 статье, следующим абзацом прописана, там четвертый такой пункт идет. По суммовым разницам теперь. Если у организации возникают сумовые разницы, то суммовая разница тоже не приводит к доначислению налогов теперь НДС. То есть, ну если помните, ну опять же четко надо понимать, что собой представляет суммовая разница. Суммовая разница идет всегда в догон. То есть нельзя признавать, вот есть уже, я вот сейчас немножко пойдем, я там и письмо недавно нашла, как бы специально выбрала его. То есть, по сути дела, получается, если вы изначально получили оплату, именно в условных единицах мы говорим, если вы получили изначально оплату, соответственно, вы должны свою выручку тогда сформировать исходя из курса на дату получения этой оплаты. То есть, ваша оплата, выручка замораживается исходя из реально полученных денег. Значит, поэтому в этом случае у вас суммовой разницы между датой получения оплаты и датой реализации не будет. А вот если вы реализовали, ну это может быть, частично может быть будет, а частично может быть, вы же не полностью можете оплату получить, поэтому может частично возникнуть основание получать суммовые разницы. А вот если возникает разница между датой отгрузки, хотя бы по частичной сумме, и датой оплаты, то вот это ложится для целей налогообложения по налогу на добавленную стоимость. Кстати, не было вообще упоминания в НДС раньше про суммовые разницы, да, помните? А сейчас это ложится как суммовая разница, и при этом положительные суммовые разницы и отрицательные не приводят к начислению НДС. Они ложатся или во вне реализационные доходы, или во вне реализационные расходы, и просто учитываются в налоге на прибыль. Поэтому суммовые разницы теперь не приводят к начислению налогов. Это вот пункт 4 статьи 153. В специальной абзаце выведен тот суммовые разницы. А то, что касается того, что они относятся в доходы или в расходы, это четко сказано привязкой к 250-й статье Налогового кодекса дохода и к статье 265-й вне реализационные расходы. То есть ложатся в налог на прибыль, проще говоря. Вот они туда любили, да? То есть суммовые разницы не приводят к тому, как это раньше пункт трактовал 162-я статья, дополнительно полученная, сумма связанная и так далее. Поэтому нет, просто нет этой операции, ну как бы просто нет из водохода для НДС. Итак, вот этот момент я тоже считаю. Вот суммовые разницы, то, что я имею в виду. Здесь имеется в виду, вот смотрите, частично, как вы говорите, то есть организация, покупая основное средство, половина оплатила основного средства в УЕ, основное средство поступило, и вторая половина она уже покупала. Значит, у вас получится частичная суммовая разница, да? Значит, вот когда пришли, когда это основное средство пришло, вот по курсу 19-й у нас образовался, да? И, собственно говоря, этот НДС я и... То есть, когда, вот частично у вас пришла эта сумма, например, оплаты, вы эту сумму пересчитали по курсу на дату ее получения, и, соответственно, если это касается вашей выручки, то в этом случае ваша выручка будет исходя из этого курса, да? И с этого курса вы и заплатили НДС, по сути дела. А дальше у вас получается между датой вашей отгрузки и последующей датой оплаты еще единственная сумма, неоплаченная. Вот она приведет к суммовой разнице, потому что на дату оплаты или на дату частичной оплаты... У меня входной НДС, у меня входной НДС, вот предоплаты, я посчитала. Но я сейчас сказала про налоговую базу. Такая же ситуация пойдет и в части ваших расходов. То есть, если вы оплатили свои расходы изначально, то вы принимаете их по курсу на дату оплаты, и когда вы получаете, по сути дела, например, счет фактуры, которая дана у вас, к примеру, в иностранной валюте, то пересчет вы производите по курсу на дату получения, ну как бы с учетом вот этой предоплаты, то есть по курсу на дату предоплаты. Получилось. А дальше у вас пойдет суммовая разница между датой признания и той датой, когда вы окончательно оплатите этот расход. И вот эта ваша суммовая разница ляжет во вне реализационной расходы, и НДС в ней больше не будет. Ну, непонятно. Когда у тебя получается отруска, половина у нас оплачена. Мы говорим с вами о расходах или о доходах? Вот конкретно. Вы покупаете. Да, вы покупаете. Значит, продавец выставил счет фактуру уже в рублях. При отруске он выставил счет фактуру в рублях. Но сумму он поставил половину оплаты по курсу, когда я ему оплатила первоначально, вторую половину по курсу, когда он отгрузил. Получилась какая-то сумма, с нее НДС взяли, вот ее кучу. Да. Все, больше ничего не берет. Все понятно, да? Значит, так что вот еще суммовые разницы с 1 октября отрегулировались. Дальше следующий, как бы такой спорный момент был. Он на самом деле был в 171 статье в пункте 6 прописан. И вопрос касается вот такой дискуссии, которая, как ни странно, приняла очень большой масштаб. И даже президент высшего арбитражного суда эту ситуацию рассмотрел. А вопрос заключается в следующем. Допустим, у вас есть основное средство, вы решили его демонтировать. Или купили, например, какую-то основную среду, решили демонтировать. Или в процессе строительства осуществляете так демонтаж. И вопрос стоит о том, вот с демонтажа можно принимать НДС к вычету? На самом деле все происходит в процессе. Мы что-то монтируем, что-то демонтируем. Но налоговики уперлись, и в свое время они написали письма и написали так, что по демонтажу НДС к вычету не берется. Обосновали это рядом с ситуацией. Ну, первое, они сказали так, что если вы занимаетесь разборкой чего-либо, например, у вас есть основное средство, вы его демонтируете. Имеется в виду, какой НДС к демонтаже? Если вы, конечно, подрядную организацию какую-то пригласили, да? Значит, поэтому получается, они обосновали так. Во-первых, если вы привлекли какую-то организацию, получили от нее эти расходы, то это связано с ликвидацией, с разборкой. То есть ведь для того, чтобы НДС принять к вычету, одним из условий принятия к вычету у нас является направленность на деятельность, на возникновение операции облагаемых НДС. А они в этом случае говорят, вы же разбираете, какая у вас направленность, вы же ничего не созидаете, вы же ничего не создаете. То есть вы не будете то, что разберете, использовать деятельность, облагаемая НДС. Так они логику такую выставляют. В связи с этим вычету взять нельзя. Вот эта ситуация. Более того, еще один мотив. Вот когда мы читаем вот этот пункт 6 статьи 171, там говорится, в каких случаях берется НДС к вычету по основным средствам, по строительно-монтажным работам. И там написано монтаж, там строительно-монтажные работы и так далее. Нет слова демонтаж. Вот они говорят, ну видите, не написано же демонтаж, значит к вычету нельзя. То есть на самом деле действительно эта ситуация как неожиданная появилась. Но даже в 2010 году президиум вас рассмотрел эту ситуацию. Потому что у кого-то она приняла огромный масштаб, потому что расходы были такие. И в 2010 году президиум высшего арбитражного суда сказал, какая разница, что демонтаж, что монтаж. Все это идет с целью деятельности организации. А ее деятельность, она и есть направленная на осуществление операций облагаемых НДС. И если четко не видно, что это, например, будет строительство какого-то объекта необлагаемого, который будет использоваться не для производственной деятельности, то основание для вычета есть, а потом будет использоваться в деятельности необлагаемой, например, тогда, пожалуйста, восстановите НДС. То есть президиум вас подтвердил. И вот сейчас законодатель добавляет в пункт 6 статьи 171 вот эту фразу и пишет, что при демонтаже также принимается НДС к вычету. Закрыли и этот вопрос. Закрыли и этот вопрос. И еще одна норма тоже в 170 статье в четвертом пункте. Я вот немножко ушла от раздельного учета, просто не проговорила ее. Значит, а ситуация такая. Вот, ну, раньше на семинарах мы обсуждали этот вопрос. Он как бы никому особо покоя не дает. Опять возвращаемся к раздельному учету. А ситуация, например, такая. Организация купила основное средство, а у нее раздельный учет. У нее есть операция облагаемой, необлагаемой НДС. И, например, она приняла на 08 счет, это основное средство, получила входящую сумму НДС. Например, приобрела его в январе месяце, там, 2011 года. А дальше вопрос возникает. Она это основное средство будет использовать как в деятельности облагаемой, так и не в облагаемой НДС. Далее, 170 статья 4 пункт нам говорит о том, что раздельный учет, если она и там, и там будет использовать, то вопрос встает, вот в какой степени вычету брать, в какой расходы включить. Значит, а 170 статья 4 пункт говорит, что раздельный учет ведется по результатам налогового периода, налоговый период квартал. И что получается? Организация, например, ладно, если он у нее будет на 08 счете, какие-то доработки идут, а если она принимает на 01 счет по правилам бухгалтерского учета, например, и дальше начинает со следующего месяца начислять амортизацию. Основное средство работает, и в налоговом учете оно может точно так же уже эксплуатироваться. И только в конце квартала, то есть получается уже в феврале начисли амортизацию, в марте начисли амортизацию, только в конце марта организация начинает определять долю НДС облагаемого и необлагаемого. То есть получается только в конце квартала. Хорошо, в конце квартала определила она эту долю. Начинает вот этот 19 счет делить на облагаемые и необлагаемые. Возникает сумма к вычету. Хорошо, эту сумму мы возьмем. А то, что будет относиться к операциям необлагаемым, то есть без НДС, куда эту сумму деть? Дело в том, что с точки зрения банковского учета, там четко сказано, что расходы можно включить, а для всех остальных организаций этой нормы нет. И вот в этом отношении, поскольку норма не разъяснена, разные варианты давали, например, в учетной политике написать, но все равно же это расход. Только единственное, что через амортизацию он не будет переноситься, а сразу учтется в расходах. Ведь по логике получается на эту сумму НДС мы не имеем права изменять первоначальную стоимость основного средства, ни реконструкции, ни модернизации и так далее. Но вопрос этот был действительно очень такой острый. Организации поступали кто как угодно, потому что если кому-то рекомендовали, например, часть НДС просто в расходы включить, но опасались, если крупное основное средство, возвращались назад, изменяли первоначальную стоимость, пересчитывали. Есть такую процедуру дел регулярно, когда идет приобретение. Ну, конечно, адский труд. Сейчас, наконец, эту норму поправили. Прошло уже энное количество лет. И сказали как? Что если у вас приобретено основное средство или нематериальный актив, который должен участвовать в раздельном учете, то для того, чтобы вот эту сумму НДС разделить, вы берете выручку первого месяца квартала. Если вы приобрели во втором квартале, во втором месяце квартал, вы берете выручку второго месяца квартала. А если, например, уже в третьем месяце, значит, тогда по кварталу просто целиком за три месяца. Поэтому получается, в январе приобрели, выручку за январь возьмете, облагаемую, не облагаемую. В феврале выручку за февраль, облагаемую, не облагаемую. А в марте, значит, уже за весь квартал возьмете. То есть вот такую методику теперь прописали в 170 статье в четвертом пункте для основных средств и нематериальных активов. Получается все остальное по-прежнему, потому что оно не изменяет стоимость. А вот для таких объектов прописали именно вот эту методику. Хотя вообще изначально вопрос стоял о том, что разрешить организациям ввести разделный учет помесячно. Ну уж какая тут великая проблема. Месяц посчитали, быстрее определились. Нет, согласились только с основными средствами и нематериальными активами. Все остальное все равно идет по кварталу. Это тоже 170 статья, четвертый пункт с октября месяца. Поэтому если какие-то проблемы у вас есть, то можете в этом отношении тоже обращаться. Значит, ну и еще просто обращу внимание, хотя на самом деле вот обычно это мы все разъясняем, когда у нас там по внешней экономической деятельности, по экспорту и импорту идет. В общем-то просто хочу обратить внимание, что если, например, выполняются какие-то работы или услуги, связанные с международными перевозками, с экспортом, с импортом, то сейчас расширили возможность применения ставки 0% к тем услугам, которые осуществляют железнодорожные перевозчики. То есть, например, даже если они везут транзитом через Россию, они 0% применяют. Если, например, они везут, допустим, до границы, а потом по территории России везут до вас, но при этом был импорт, ввоз на территорию России, то все равно не применяют 0%. То есть, если вы работаете с железнодорожными перевозчиками, то вы можете вот эту ситуацию видеть. То есть, они начинают применять ставку 0% по большим основаниям. Это вот для них специально вот эти поправки тоже с 1 октября были внесены в налоговое законодательство. Ну, а остальные, они как бы касаются старого периода. Но, собственно говоря, с точки зрения налога на добавленную стоимость, это вот основные те, которые у нас с 1 октября вступают в действие. Поэтому. И вот еще один момент, он на самом деле вступил, я тоже обращу внимание, может быть, у кого-то такая ситуация есть. Это касается налогового агентства, 148-й статье налогового кодекса, и касается международных перевозок. Но мы обычно говорим, что если российская организация пользуется услугами международного перевозчика, то есть иностранной компании, которая везет грузы с территории, например, иностранного государства на территорию России и обратно, то эти услуги международных организаций налогом на территории России и НДС не облагаются. То есть российская организация не является налоговым агентом. Но раньше этот вопрос как-то условно стоял, но его не выделяли, а сейчас выделили. А вот если иностранная организация будет осуществлять перевозку грузов внутри России, то есть между пунктами, значит тогда, получается, у нее возникнет налоговая база по НДС, а российская организация, которая будет оплачивать эти услуги, становится налоговым агентом при выплате вознаграждения. Значит, это вот буквально 148-я статья, там есть такой 4-1 пункт, буквально вот последний абзац, посмотрите, если вдруг такая ситуация есть. Вот она у нас отдельно выделилась, вот так не совсем значительно. Эти поправки все действуют уже с 1 октября, поэтому как-то нужно, ну так не нужно применять. Остальные пока нормы не поправлены, это, например, касается электронных счетов фактур. Несмотря на то, что у Минфина мы сдан приказ 50Н о применении электронных счетов фактур, о возможности применения нормы, это практически еще не работает. Ну, во-первых, сам вот этот формат электронных счетов фактур не утвержден в 914-м постановлении, хотя на самом деле, вот как я обращалась, там компании, которые имеют возможность осуществлять, то есть они являются как бы операторами вот этой электронной цифровой подписи, электронной цифровой связи. Это вот компании TaxCom, Contour, они, в принципе, уже сегодня предлагают отключаться к электронным счетам фактур. Ну, то есть, по сути дела, применив определенную форму, я думаю, что она немногим будет отключаться. Но смысл заключается в следующем, чтобы просто понимать. На самом деле, обязательного перехода вот на такой электронный формат, на самом деле, ни в налоговом законодательстве, ни в приказе в этом 50Н нет. То есть, это абсолютно такой добровольный переход. И срок его тоже не определен. Единственное, есть срок, определенный в налоговом кодексе, но опять он как предполагаемый. Считается, что вот на электронные взаимоотношения с налоговыми органами мы должны перейти где-то до конца 2013 года. Но я еще раз говорю, это, в общем-то, слов такой условный, получится это или нет, неизвестно. Если, например, но все равно нужно понимать риски. Если, например, вы захотите подключиться к этому электронному формату, вы заключаете договор также с этими компаниями, которые являются операторами этой цифровой связи. Соответственно, они регистрируют вот эту вашу цифровую подпись. И примерно система, как банк-клиент, оформляет такие счета фактуры. То есть, у вас устанавливается специальная программа, и вы эти счета фактуры можете передавать своим контрагентам. Но передавать вы сможете только тем, которые также подключены к этой электронной цифровой связи. Поэтому, если, например, получится, что у вас есть какие-то контрагенты, наверняка их массы, которые еще не подключились, и крупные организации, в общем-то, пока тоже не спешат подключаться, то получится, все равно вам придется их распечатывать на бумажных носителях. Поэтому, по сути дела, в общем-то, здесь надо четко понимать, никто не имеет права заставить, никто не имеет права обязать. То есть, по крайней мере, это пока идет как добровольный порядок. Если захотите вот ознакомиться, то есть такой приказ Минфина 50Н, приказ Минфина 50Н об электронной цифровой, о вот оформлении вот таких счетов фактур. И вот он у нас, сейчас я просто уточню, да, то он у нас летний этот приказ, даже мартовский, по-моему. Да, вот апрельский, вот. Он от 25 апреля 2011 года. 25 апреля 2011 года. Если кого-то, например, там удручает и непонимание идет того, как, например, если одну счет фактуру отправил, она оказалась неправильной, потом ее исправить, там все это четко написано. То есть, в принципе, все так же регистрируется, передается своевременно эти счета фактуры. Конечно, в перспективе предполагается, что к этим счетам фактурам будут также иметь доступ налоговые органы, потому что, если, например, в будущем с вас потребуют какие-то документы, связанные там со встречными контрольными мероприятиями, то они могут обратиться к этой базе, и, соответственно, если вы их выдавали, значит, они будут у вас зарегистрированы, значит, это будет являться основанием, с одной стороны, вам их не предъявлять, то есть вы не будете этот пакет документов предъявлять, а с другой стороны, они убедятся в том, что ли с вами какие-то документы существовали, выдавались они. То есть, предполагается, конечно, упрощение ведения учета, но не усложнение его. Поэтому тоже можно к этому обратиться. Далее, что касается еще вопросов налога на добавленную стоимость, то я вот сделала, тут выбрала небольшие такие письма, думаю, что актуальные, но если какие-то вопросы возникнут, тогда еще обсудим. Ну, во-первых, опять же, опираясь, безусловно, на практику, потому что вот тоже как практика, проверяю, смотрю, и вот вижу, есть такие упущения, которые иногда организации с полной убедительностью применяют для себя, оно ведь не всегда налоговая инспекция своевременно проверяет, да, какие-то риски могут возникнуть в будущем. Поэтому вот одно из писем, которое я бы хотела очень порекомендовать, это тем организациям, которые приобретают товары из Казахстана или из Белоруссии. И при этом, вот согласно нашего протокола, от 11 декабря 2009 года в Таможенном союзе уплачивается настоятельно НДС. Дело в том, что уплатив такой налог на добавленную стоимость, принять к вычету его нужно тогда, когда мы получили заявление с отметкой налоговой инспекции и поставить в книгу покупок. Почему я именно вот на этом настаиваю? Почему? Потому что раньше тоже было соглашение аналогичное между Россией и Белоруссией, но другое, да. И в рамках того соглашения была арбитражная практика, которая действительно доказала и сказала, что налогоплательщик может принимать НДС к вычету не по факту получения заявления с отметкой, а просто по факту уплаты этого НДС. И суды подтверждали. Некоторые организации сегодня, зная эту практику, начинают по-прежнему принимать НДС к вычету ранее. Но дело в том, что старое соглашение, оно не соответствует новому протоколу. И сегодня в новом протоколе говорится именно о обязательном наличии этого заявления с отметкой, полученной от налогового кодова. И по этому практику может измениться. Вот письмо, просто предлагаю, в котором говорится, когда получили заявление с отметкой налоговой инспекции, отнесли в книгу покупок, его включили и приняли НДС к вычету. В принципе, вот как бы такой порядок. Никаких споров пока по поводу того, что это не так, я имею в виду, с точки зрения судов, не было. Но изменился подход, и может быть, вы можете ошибиться, например. Значит, такое письмо Минфин написал 17 августа 2011 года. 17 августа 2011 года. Номер письма 03-07-13 дробь 01-36. 03-07-13 дробь 01-36 от 17 августа 2011 года. Далее, еще одно письмо. На самом деле, я вот в этой ситуации хочу так сказать. Каждый у нас сегодня принимает ту позицию, которая ему ближе и понятна. Наше законодательство за это время столько пересмотрело вопросов по поводу оснований для принятия к вычету, в каком периоде, что иногда некоторые уже запутались. То так говорят, то так говорят. Дело в том, что на самом деле, действительно, налоговый кодекс как бы не устанавливает четких сроков и оснований для вычета. То есть он говорит, да, налогоплательщик имеет право принять НДС к вычету. Имеет право принять, когда у него есть на это основание. То есть он принял на учет, значит, он имеет правильно оформленный счет фактур, и он понимает, у него есть намерение использовать эти приобретенные товары, работы, услуги в деятельности, обладаемой НДС. То есть три вот этих критерия. То есть, по сути дела, если мы уже понимаем, что в будущем будем использовать право на вычет, у нас всегда возникает. Но возникает вопрос, а если, например, мы получили неправильную счет фактуру, и, допустим, эта счет фактура была нами получена в более позднем периоде, имеем ли мы право, например, все равно принять этот вычет в том периоде, к которому относился счет фактура? И арбитражная практика говорит, да, имеем право, потому что право на вычет тогда возникало. И то, что мы получили неправильную счет фактуру, впоследствии ее исправили, это основание потому что она действительно изначально вычет был заявлен правильно и была практика когда налогоплательщиков стали сдавать заставлять уточню потом опять вопрос пошел а также 940 постановление которые выпустили в котором сказали что если вы получили неправильно счет фактуру значит нужно аннулировать и сдать как бы пересдать этот расчет и в периоде как